С 26 апреля в Беларуси стартовала отправка граждан, призванных на срочную военную службу в соединении и воинские части вооруженных сил. По информации Министерства обороны, войска планируются направить около 10 тысяч человек. От Брестской области ряды вооруженных сил и других воинских формирований пополнят более полутора тысяч молодых людей. По традиции, на территории военного комиссариата Брестской области прошло мероприятие – отправка призванных из Брестской области и города Бреста. Соскучиться по дому юноши еще не успели, ведь их рядом с родными не было всего день. Но вот уже с первых минут пребывания в военном комиссариате призывникам дали понять, где они находятся и что их ждет. Никакой разболтанности, только дисциплина и порядок. Армия не то что воспитывает мужчину. Мужчина приходит в армию, она ему дает дополнительные какие-то качества, может быть, воспитывает в нем эти качества, которые в дальнейшем по жизни ему, думаю, пригодятся. Всего планируется направить для прохождения срочной военной службы с Брестской области порядка полутора тысяч человек. Отправки будут проходить с сегодняшнего дня, в последующем будут направлены для прохождения службы граждане, проходящие службы в органах пограничной службы, внутренних войсках, а также комитете государственной безопасности. Кроме того, в июле месяце будет проведена отправка граждан на службу в резерве из числа студентов вузов сельскохозяйственного профиля, которые имели право на отсрочку и решили пройти данный вид службы. Порядка 30% молодых людей будут проходить службу на территории Брестского гарнизона, то есть в воинских частях, которые непосредственно дислоцируются в городе Брест и в Брестской области. Перед отправкой юноши проходят медицинское освидетельствование, после чего поступают в распоряжение будущим командирам. А уже через несколько часов к этому добавляется одинаковая одежда и трудный распорядок дня. Все строго по расписанию. И даже несмотря на то, что все ребята абсолютно разные, с разным образовательным уровнем и жизненным багажом, но каждый из них службу в армии считает своим долгом. К военной службе подготовка шла, ну, обучался в Брестском политехническом университете, в РГТУ, на механика. Соответственно, и войска такие же, механик, телефонист. Не волнуюсь, не переживаю, это каждому нужно. Считаю, что каждый должен отслужить в армии, закалиться, пройти этот путь и быть как бы патриотом своей страны. Я заканчивал высшее учебное заведение, поэтому меня забирают чуть позже. Ну, в принципе, готов, морально получается. Ну, уже много чего рассказали, поэтому страха такого не ощущаю. Служить буду в печах, 22-319, вид войск свящих. Мама очень переживает, мама, ну, прям, она не относится отрицательно к службе, ну, я как сын, получается, очень сильно переживает, она знает. Потому что ее брат тоже в свое время служил именно в Афгане. Ну, переживает, ну, в принципе, все спокойно. Безусловно, я как, ну, вижу то, что некоторым людям даже армия необходима. И вот после армии, ну, большинство меняется. Меняются их взгляды, отношения к жизни. Кто-то становится более ответственным, воспринимает некоторые вещи по-другому. В принципе, взгляды на жизнь меняются. Поэтому я считаю, что армию необходимо проходить в том или ином образе, потому что, ну, кто-то, например, идет на контракты в милиции, кто-то в охране. Но в любом случае, я думаю, каждый человек в нашей стране должен это проходить. Я иду служить на срочную военную службу в город Марина Горка в часть 89-4-17 силы специальных операций. Всю жизнь хотел, как бы, попасть в хорошее место, вот, чтобы достойно служить, как служил мой отец, служил мой брат, ну, и быть для, ну, примером, для своих, там, будущих детей, для родственников в дальнейшем. Несомненно, было тяжело уходить, оставлять родителей, оставлять родственников. Но мне помогали в этом мой отец, мать помогала, брат. Дома готовился морально, готовился, себя поддерживал как-то, что все будет хорошо, все служат, и я отслужу. В ближайшие несколько недель новобранцев ожидает курс молодого бойца. Они будут изучать военный устав, активно заниматься физической и строевой подготовкой. А уже 20 мая на легендарной земле Брестской крепости примут присягу и дадут клятву на верность родине.